Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Вчера я на своем канале выпустил ролик, где сообщил вам о нападении на постольство Азербайджана в Иране. Вот этот ролик. Сегодня есть предложение по этой теме. Иран терактом пытается запугать Баку. Уже такая информация, что это специальная провокация, чтобы запугать азербайджанцев. Подробнее ознакомлю вас и потом дам ссылку на этот ролик. По мнению израильского эксперта, Иран очень ревностно относится к успехам Азербайджана. Об этом заявил кандидат политических наук, главный редактор Юрий Бачаров. По мнению израильского эксперта, это более чем странный террористический акт. Обычно страны несут полную ответственность за безопасность дипломатических миссий, находящихся на их территории. Существует два варианта, которые рассматриваются при нападениях. Или страна настолько слаба, что она не может контролировать террористические группы. Или наоборот, она попустительствует совершение этого преступления. То есть страна пытается при помощи террора и запугивания решить какие-то свои проблемы. Иран пытается методами террора и давления на Азербайджан решить эти все вопросы. Так, эксперт считает, что устроив нападение на посольство в Тегеране, Иран спланировал акцию устрашения против Баку. И здесь есть интервью, я вам дам ссылку, сами все послушайте. Еще есть продолжение. Политолог заявляет, Азербайджан и Израиль далеко не единственные цели Тегерана. В общем, Тегеран настроен еще делать такие провокации и в других странах. Так, вот как раз по этой теме статья. Мир должен потребовать объяснения от Ирана. Международное сообщество должно заставить Иран дать разъяснение в связи с терактом посольства Азербайджана в Тегеране. И обеспечить надлежащую защиту депмиссии. Об этом заявил французский историк-политолог Максим Гуэн. Режим иранских мул имеет чрезвычайно сильную репрессивную систему. Самым веским доказательством в данный момент является видео, записанное на входе. Вчера я сделал ролик, дал ссылку. Там иранский полицейский был очень спокоен, когда увидел входящего в посольство человека с автоматом Калашникова. Тоже, да, многих удивило, что террорист заходит с автоматом, а тот в своей будке, как и сидел, даже ничего не предпринял. Эксперт также напомнил, что нападение произошло в годовщину освобождения Освенцина. И в контексте открытия посольства Азербайджана в Тель-Авиве, что для режима мул в Иране является анафемой. Азербайджан и Израиль далеко не единственные цели Тегерана. Неудачные пытки терактов имели место в странах Европейского Союза в прошлом десятилетии по заказу иранского режима. Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны миссии и убил начальника службы безопасности из автомата марки Калашников. Двое сотрудников охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана. В общем, вот такие новости. Говорю, что-то неспокойное сейчас намечается и в Иране, и уже, видите, уже провокация против Азербайджана. В общем, такие новости не очень хорошие. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok